Бог говорит с сынами Израиля. «Гора Господа! Гора Господа!» Люди указывали на гору в отдалении. Ее вершина была скрыта в облаке дыма. Это была гора Синай, гора, к которой Мушей вел сынов Израиля в течение многих недель. Израильтяне расположились станом в долине у подножия горы и отправили спасти свои стада. В это время Мушей поднялся по склону горы. Он спустился вниз с сияющим лицом. «Через три дня Господь будет говорить с вами с вершины этой горы», — сказал он народу. «Все вы, мужчины, женщины, дети, услышите голос Бога». Затем Мушей рассказал им, что они должны делать. «Будьте готовы к этому дню. Искупайтесь в ручье. Наденьте чистые одежды, но не приближайтесь к подножию горы, пока не услышите звук шофара, бараньего рога». На третий день утром люди проснулись от звука шофара. Гремел гром, сверкали молнии. Мушей вывел народ из лагеря, и сыны Израиля встали у подножия горы Синай. Гора была окутана дымом. Дым поднимался с ее поверхности, как из пылающей печи. Вся гора тряслась. Громче и громче звучал шофар. Громче и громче гремел гром. Внезапно с вершины горы послышался голос. «Я, Господь, Бог твой». Тишина опустилась на землю. Птицы не пели, даже коровы не мычали. Все живое замерло, когда Бог говорил с сынами Израиля с горы Синай. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов, кроме меня». Не упоминай имени Господа, Бога твоего, в суе. Помни о дне субботнем, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всю работу твою, а седьмой день — суббота, Господу Богу твоему. Не делай никакой работы. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни рабы твои, ни скот твой, ни странник у твоих ворот. Почитай отца своего и мать свою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай чужого. Эти десять заповедей Бог дал сынам Израиля у подножия горы Синай. И народ с радостью отвечал «Все, что говорит нам Бог, исполним!»